Здравствуйте, друзья! Привет, народ! Вот такой вот небольшой формат, когда камера смотрит на нас. Сегодня будем вот так вот разминаться, стендап такой, своеобразненький. Да. Как тебе статейка? Блин, такой пиар интересный. Классный, да? Короче, ребят, Федеральное управление автотранспорта Германии Germany одобрило использование светодиодной лампы Osram Nightbreaker LED-H7 на замену галогенных фарок головного света. Статья на колеса.ру Компания Osram, мировой лидер в области автомобильного освещения, стала первым производителем, получившим такое законодательное разрешение. Лампа Nightbreaker LED-H7 стала первым светодиодным источником ближнего света, которая с успехом выдержала обширную программу тестирования независимой немецкой организации по инспектированию и сертификации и получила официальное одобрение для использования на дорогах общего использования в Германии. Теперь в Германии с диодной лампой Nightbreaker можно легально устанавливать в фарах ближнего света на многих транспортных средствах, включая BMW 2-й серии, Audi A3, A4 и Ford Mondeo. Список моделей машин постепенно расширяется благодаря продолжающемуся процессу сертификации. Благодаря решениям OSROM любой автовладелец может получить яркие и современные диодные источники света вместо галогенных фар, не прибегая к каким-либо доработкам. Nightbreaker LED-H7 генерирует световой поток, интенсивность которого втрое превышает минимальные требования законодательства. Спектральный состав излучения ламп близок к дневному свету, что позволяет водителю видеть намного дальше и четче в темное время суток. Передовая светодиодная технология обеспечивает лампам устойчивость к вибрациям и до пяти раз более длительный срок службы по сравнению со стандартной галогеновой лампой. Установка Nightbreaker LED осуществляется по принципу Black & Play без вмешательства в конструкцию автомобиля и необходимости проводить какие-то дополнительные манипуляции. Специфические навыки от водителя тоже не потребуются, поэтому лампу можно заменить самостоятельно. Лайк тебе за прочтенный материал. Первый вопрос, друзья, почему это не новостное издание, а какие-то колеса.ру? Колеса.ру, друзья, это на колеса.ру. Официальные новости я нигде особо не видел. Вообще нигде. И на сайте Острома как бы тоже, причем если это настолько, так скажем... Но это прогресс. Это большой прогресс, что, блин, мы первые, кому разрешили в Германии официально устанавливать наши лампы. Где официальные заявления об этом? Самое интересное, на что, единственное, на что нашли мы ссылку, это ссылаются два каких-то мужика, непонятных, держат непонятную хрень в руках. То есть что это? Сертификат. Нет, это не сертификат. Что это? Это журнал. А, Мурзилка. Вы посмотрите на толщину. Это журнал какой-то. Это какой-то журнал, на котором написано... Я не могу прочитать, что там написано, там очень длинное немецкое слово. Возможно, даже матом. Что-то там, короче, написано. Короче, очень классная статья. Вы нам ее тысячу миллион раз прислали, друзья. И что хотелось бы сказать, убирая телефон сюда. Во-первых, нет никаких ссылок. Во-вторых, нет никакого другого издания, которое бы на эту тему чего-нибудь там расфорсило. И пишем мы этот ролик, в принципе, поскольку вы спрашивали. Нифига себе, Остром, действительно, действительно он будет в фарах. Нет, ребят. Во-первых, это тема про Германию, да. В российском издании есть это упоминание. В германских что-то как-то нигде ничего. Вот. Но в российских есть. И в российских сразу. То есть для чего это делается? Вопрос наверняка возникнет у каждого из этого. Да, друзья. Просто у Острома появилась новинка. Его же надо как-то ввести вообще в рынок. То есть сказать, а мы вот в Германии единственные, кто вот-вот-вот так вот. Во-первых, там уже тачки давным-давно ездят на светодиодных фарах. И, в принципе, немцы, они такие педантичные товарищи. Они стараются очень быстро менять автомобили. Поскольку у них есть очень дорогие налоги на автомобили, особенно на старые автомобили. И у них есть возможности. Страховка дорожает, друзья, очень сильно, когда ты владеешь старым автомобилем. И поэтому у тебя все тебя сподвигает государство и возможности, как заметил правильно Артем, есть, на то, чтобы ты приобретал новые автомобили. А если у нас уже в стране немецкие автомобили уже как несколько лет ездят на светодиодных фарах, то в Германии, судя, ну, как бы логику включая, они ездят давно на этих светодиодных фарах. Потому что запоздание в среднем Сирии, ну, где-то к нам год, да. То есть привозят через год. И то, и то, к нам не привозят то, что выпускается там. Потому что есть очень много таких моментов, как, допустим, двигателя, которые выпускаются в Германии, допустим, есть... Я сейчас не приведу просто пример. Вот только недавно буквально было что-то, что выпускалось там на V8, а к нам только V6 приходило и все, какие V8 в России, вы что забудьте вообще. А потому что сертификация, вы должны привезти это все и сертифицировать. То же самое по парам, то же самое по парам, то же самое по парам. Да, друзья, поэтому тут вот такая вот фигня. Опять же, это СМИ. Не надо к этому относиться, как к информации в последней инстанции. Это СМИ, ребята. Им схватили тему, проплатили за Остром, и они понесли это форсить. В Германии-то, в Германии, Остром, в Германии. Первые лампы, мама, не горюй. Ну, и что? Коробка будет дорогая, сама лампа будет дорогая. Ее когда привезут сюда, если сейчас ее нет, ценник у нее будет адский, друзья. Просто адский. Проще линзы поставить. Сейчас интересно теперь. Ты продолжай пока. Да? Ну ладно, я продолжу. Так вот, друзья, нет никаких фактов, никаких сертификатов. То есть, если действительно это так, должны быть какие-то сертификаты, доказывающие, подтверждающие это, то, что это получилось уже. Должны быть какие-то, я не знаю, ссылки на официальный источник того, что, ну вот, как бы это правда, да? Но нет ничего. Просто голое издание Колеса.ру. Я не знаю, я первый раз это вообще услышал. Что это за издание? Что они делают? В моем ощущении, Колеса.ру это торговля колесами. Ну, как бы в моем подсознании это родилось. Но, друзья, ну, просто смешно, реально смешно. Это подавать на таких прям серьезных щах, что это прям... И многие из вас на это уже повелись. А самое интересное, то, что LED, H7, Остром, Найтбрейкер нет на официальном сайте. В такой коробочке. Ну, их просто еще не привезли. Их вообще нет на официальном сайте. Их еще просто не завезли. HL, HL, LED-драйвинг HL. Ну, в такой коробке, короче, нет. Gen 1, Gen 2, все. Ну, нету. Ну, нету, друзья. Вот, как бы, и факт. Это, скорее всего, подача пиар, что сейчас, возможно, вот в ближайшее время, появится эта серия, будет стоить конских денег, потому что колеса.ру, проплатили это вот и все. И сейчас вполне возможно, что где-то в сопутствующих магазинах, кто вот с колесами.ру, там, Вася, 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 Вася делают. Все это появится, ребят, и будет стоить конских денег. Но, что будут говорить продавцы? Эти лампы единственные в мире, легализованы в Германии, друзья. Покупайте, покупайте. И забывайте, что у нас нихера не легализованы. И невозможно. Чтобы вы понимали, как у нас производится легализация данного света, первый момент. Либо вы ставите себе линзы, и в линзы запихиваете диоды, и не вызываете никакого подозрения у инспектора, и проходите техосмотр, и постановку на учет автомобиля, и съем автомобиля. То есть все в линзах аккуратно, если у вас такая комплектация была, чтобы просто не было к чему придраться. Второй момент более сложный, друзья. Странно, на Али тоже нету. Нету? Беда-то кака. Али это тоже последняя инстанция вообще информации. Вот, ребят, второй вариант. Вы берете свой автомобиль, конкретный свой автомобиль, берете конкретную лампу, едете куда-то там, в Нами, по-моему, в Москва, туда вот, большой город, туда, да, большой город, туда едешь. Вот, приезжаешь, говоришь, у меня есть лампочка, есть автомобиль с фарой, хочу туда ее синхронизировать, чтобы потом все вот это с сертификатами и поставить на учет. А тебе говорят, окей, братан, давай нам денежку. И ты оплачиваешь. Этот тест, другой, пятый, с конкретным автомобилем, с конкретной лампой. После чего, вполне возможно, если лампа качественная, вам выдают сертификат. Это все пиздец как сложно. Это я сейчас рассказываю, что это все легко, поехал там и получил. Ага, сейчас запишись в очередь и прочее. Ребят, вы приезжаете, все делаете, берете сертификат, приезжаете, и в конкретно вашем автомобиле конкретно вот эта лампочка будет разрешена. То есть, если вы дадут сертификат, вы приезжаете в КИБДД, отдаете, пишете, перерегистрация, все вам ставят, вписывают, и вы ездите. Вот таким вот нехитрым способом можно легализовать светодиоды в своем автомобиле. Но вряд ли вам разрешат. Вряд ли, ребят. Поэтому самый правильный вариант, чтобы ездить легально в Российской Федерации, даже с нами и без нами, это установить линзу, в нее поставить LED-лампу и ездить себе спокойно, если есть какие-то переживания. А так, хорошие качественные лампы, друзья, гарантию на них, и вперед! Дуйте по дорогам общего пользования, если что, вот в группу, в ВК-шку, переходите там внизу, можете у людей поспрашивать, кто уже ездит не первый год. Я езжу 6 лет, Артем ездит уже года 2. Больше. Ну, даже побольше. 4. Больше 4. Так что, ребята, давайте подведем итог. Не слушайте СМИ. Вам врут! Не слушайте СМИ. Выньте бананы из ушей. Да. И вылейте мочу, которую вам туда пытаются залить. Не надо слушать СМИ. Живите нормально. Ищите официальные новости, не смешные, не какие-то непонятные издания, официальные новости. Официальная новость будет где-то на официальном сайте 100%, потому что, блин, это... Это крутая информация. Это прорыв. Это прорыв. Ну, ладно, ребята, хотели, вот вы нас просили рассказать вам, мы вам рассказали. Вы сказали, как смогли. Лайк, подписка, все как обычно. Пока! Пока!